Это ежегодное послание Федеральному Собранию. Дело в том, что пока ждем, ждем здесь, сил мне не хватает, понимаешь. Здесь в Москве проблема, здесь проблема, здесь, ну я в себе до этого рассказывал, наверное, Кириллу рассказывал, не знаю, делился он с тобой, нет, я же не просто, я координатор здесь. У вас там флаги есть с Георгиевской лентой, но вот это наше знание здесь, мы подняли его еще в 2012 году, мы знали, что будет война на Украине. Ну народ готовили, народ не хотел ничего менять, и сейчас не хочет ничего менять. А проблема здесь, потому что на поле боя мы не можем их победить, как бы это ни казалось. Я в вас, я в вас верю, в себя верю, в нас всех верю, но я понимаю, что у них мобилизационный ресурс гораздо больше, чем у нас. Нас не хватит просто времени. Ну конечно, они под видом, короче, нерегулярной армии посылают туда наемников, а на самом деле это их обученная армия. Они так воевали и в Сирии, и в Афганистане, а тут просто у нас, понимаешь, под боком, понимаешь, все наши успехи на фронте, а какие-нибудь Абрамовичи тут же нивилируют, понимаешь. Мы же под Киевом были, но сейчас мы что, отступили? Отступили. Почему отступили? Потому что эти в Турцию поехали, сдались наши интересы, вот и все. Они здесь власть в России. И пятая колонна, вот пятая колонна, и вот эти военкоры, блогеры, почему их там развивать? Короче, надо лозунги поднимать за отечество, что вы там что делаете? Вы там отечество освобождаете, понимаешь? А этого лозунга у нас здесь на административном ресурсе не звучит. У нас Путин только говорил, что у нас есть отечество, да? Но он пока тоже не может это впрямую сказать, потому что он сразу получит здесь контрудар от пятой колонны. Пока мы двигаемся по американскому плану, то есть это их план. Их план — затяжная война на Украине до последнего, как они говорят. Но на самом деле, это их очень ясно. Это разделение Российской Федерации на уничтожение. Ну и потому что исторически их противник. Редактор субтитров А.Семкин